Так, сейчас у нас вот такая новиночка. Взглянем на цвет по-новому. Значит, 100% закрашивание с едины обещают. 10 недель стойкости, в 2 раза больше ухода. Новая улучшенная формула, бустер-усилитель цвета, защищает оттенки от вымывания, сохраняет их насыщенность. Биотин, то есть витамин В7, укрепляет стержень волос, делая пряди более прочными и придает им многогранный блеск. И масло омлы питает волосы по всей длине, и придает им мягкость и шелковистость. Такая вот красочка-новиночка. Ее просто бесчисленное множество оттенков. Вот сейчас я вам прям медленно-медленно пройдемся с вами. Это называется стойкая крем-краска для волос Эксперт. Вот столько много всего, поэтому ставьте на паузу, смотрите. Я же взяла только вот эту краску. Тон 1.0 черный. Вот, и сейчас с вами будем ее пробовать, эту красочку. Вот, что написано, да. Вот состав, кому нужен. Такой вот классный состав. Ну, не знаю, классный, не классный. Да, результат окрашивания нам говорят. Модель, модель у нас вот такая. Такие вот, это у меня товар, тут видно. Вот такие вот у нас проблемы с сединой. Очень густая голова. Прям, ну, копна. Вообще, прям завидуем, завидуем девочке молча. Посмотрите, какая густота, какие шикарные волосы. И вот седина уже пошла. Сейчас будем с вами красить, смотреть, что получится. Будем использовать накладку для окрашивания. Получается вот эту вот такую вот хорошенькую с артикулом 116.8. Кисточку и вот такую штучку от Фаберлик. Давайте же смотреть, что есть в комплекте. Открываем, высыпаем. Значит, есть перчатки, есть инструкция по эксплуатации краски, если так можно назвать. Тюбик, еще один тюбик. А это что? А это уход с биотином и маслом омлы. Ухаживающий бальзам после окрашивания. То есть вот такая вот красота. То есть нам все это вместе, я так понимаю, просто нужно вывалить и смешать. Давайте будем все смешивать. Значит, написано смешать, будем смешивать. Ну, выливается удобно, быстренько. Можно еще как градусник встряхнуть и еще полкило высыпать. Ой, ну это я уже смеюсь. Но, в принципе, да, довольно много еще. Довольно много еще. Ну все, почти что пусто. Так, и сейчас красочка. Значит, открываем, она закрыта. Надавливаем, прокручиваем и начинаем доставать. Постепенно, по чуть-чуть. Так. Туговато идет. Но мы будем вот так загибать, чтобы все полностью выдавить. Почему выбрала именно черный? Потому что модель сама попросила такой оттенок. Вот. Я сама краситься не умею. Мой мастер отдыхает. Поэтому я решила, что мы сами покрасимся в домашних условиях. И покрасим седину. Очень сложно выдавливать, конечно же, остаточки. Но я думаю, что я справлюсь. Фу, все. Так, выдавили. Сейчас будем перемешивать. Пахнет так. Яркий такой у нее аромат. Какой-то такой кислиночкой. Я так понимаю, перемешивать нужно хорошо и долго. Поэтому мешаем. Надо ли дожидаться, чтобы произошла реакция. Или реакция будет уже только на волосах. Пока я вижу такую вот светлую эмульсию. Вот такая вот светлая эмульсия получается у нас. Походу она начинает немножко темнеть. Если я не ошибаюсь, она как будто бы темнеет. Слегка чуть-чуть. Очень удобная консистенция. Сложно будет где-то налепать, если наносить аккуратненько. Так, перчатки. Большие, хорошие, удобные. Как обычно. Прям помню, как я раньше сама красилась, когда пришла в компанию. Так, ну давайте будем начинать. Так, краска приобрела такой интересный оттеночек. Так, слушайте, ну кисточкой очень удобно, кстати, прокрашивается. Просто великолепно. Видите, она очень хорошо кладется. И нет у нее такого вот, как даже сказать, ощущения, что она там куда-то утечет. То есть с ней будет комфортно. Она не потечет. То есть очень удобная красочка. Вроде взяла чуть-чуть, а посмотрите, какое нанесение. Так, давайте-ка вот тут еще потолще, побольше. Наташа, а ты одной или две краски расходишь? Одной. Одной? Тебе одной хватает? Угу. А ты только корни красишь? Угу. А сами волосы не красишь, да? Так, делаем проборчик. Пчелочка у тебя тут опять. Слушай, еще хватает. Пчелочку целиком? Угу. Так. Это хорошо ты меня держишь. Как это мастератор без этого всего? Так. Слушай, ну у тебя обалдеть, какие густые волосы. Хватит ли краски-то? Ну, если что, второе намешаем, да? Хватит. Хватит, да? Ты увлекайся. Так я переживаю, а вдруг что-то не прокрасится. Пока. Так. Так. И ты говоришь, что ты губкой красишься. Слушай, походу реакция пошла уже. Она почему-то темнеет уже. Наверное, так и должно быть. Интересно, интересно. Так, все. Намазали, все хорошо. Немножечко не оттерлась она у меня. Ну, как вам сказать. Вот очень густая голова, очень густая краска. И, конечно же, хватило, как бы на корни полностью хватило. И мы подождали 10 минут, как написано в инструкции. И потом расчесали. Но мне кажется, что на всю вот копну, если волосы очень сильно густые, все-таки я бы рекомендовала две краски в домашних условиях. Потому что сложно увидеть, где прокрасил, где нет. А когда две краски, там уж наверняка все будет отлично и замечательно. В общем, ждем полчаса и потом посмотрим, что получилось. Подожди. Так, ну вот наш и результат. Волосики немножечко еще сырые. Но результат, ребята, налицо. Одного тюбика краски хватило. Ну, на все. Седины нет вообще. Я довольна. Прям супер. Мне нравится. Посмотрите, как здорово. Вообще нет седины. И модель, наверное, довольна, да? Я хотела завтра краситься с утра. Покрасилась вечером. Ну, слушайте, вообще шикарно. Смотрите, очень красивый, чистый, черный цвет получился. Натуральный. Да, прям супер. Без синевый, без коричневый. Чисто такой вот черный хороший оттеночек. Мне понравилось. Прокрасилось, все здорово. Мне тоже. Я думала, что не хватит краски. Вот реально, потому что вот эта сырая копна. Вы посмотрите, сколько много волос. Какая густота. Я думала, все, не прокрасится. Посмотрите, прокрасилось абсолютно все. А, мы тут чуть-чуть пропустили. А, нет, это отсвечивает. Я думала, пропустили. В общем, супер. Я в восторге, ребят, от краски. В общем, первый раз я с краской вообще экспериментирую. И могу сказать, что если на такую густую копну хватило. Вы же помните, да, линию вот эти вот волосы. Они тоже были такие уже коричневые немножко, да. То есть краска слегка предыдущая выцвела. Вот. И это легло на чужую краску. Не на краску Фаберлик, а на краску из магазина. Оно легло отлично, просто великолепно. Я довольна. Красили всем коллективом. Очень сильно переживали. Еще и волосы, где вот сухие, они уже блестят. Смотрите. Прям блестят, переливаются очень. Как там в салоне-то делают вот так, да. Загибают, и они блестеть начинают. Ну, это прям очень видно блестки. В общем, я рада.